Для семьи Мирамгульнура Ахметовой ночь с 14 на 15 апреля выдалась страшной. Она сама была в поездке, когда сын позвонил и сказал, что горит их дом. В восьмиквартирном доме сгорела одна квартира. Сообщение поступило в пожарную службу в час 30 ночи. Довольно поздно, говорит начальник пожарной части Кустанайского района Виталий Шилов. Люди в это время спали и не сразу обнаружили возгорание. Когда увидели, что происходит, попытались тушить самостоятельно, но у них ничего не вышло. Потому что пожар, говорит Виталий Шилов, уже был развившийся. В окне оранжевый свет увидела жительница соседней квартиры этого дома Елена Галицкая. «Я набрала в панике 102. Кричу, пожалуйста, вызовите пожарных. Но когда, да, тут заскочили соседи, ребята, вот через дорогу, они вперёд увидели. Оттуда, оказывается, горело уже 40 лет, они всё это видели. И когда мы вышли на улицу, что успели, взяли, вынесли ребёнка и вышли на 40 лет, там уже пожарные машины стояли. А крыша уже горела во всю Ивановскую». По приезду пожарных Кустанайского района огнём была охвачена кровля. Площадь горения уже составляла 80 квадратных метров. Первые подразделения подтвердили. Меры в этом случае повышенные и на подмогу вызвали пожарных из Кустаная. «Сложность тушения данного пожара составляла в том, что здание 60-х годов постройки, как я говорил ранее, оно было переоборудовано из школы. Раньше там располагалась школа. Здание одноэтажное выполнено полностью из сгораемых конструкций. Здание пятой степени огней стойкости. Стены наружные, камышитовые, внутренние перегородки, сборные щитовые. Потолочное перекрытие, наборное перекрытие, всё полностью деревянное. Под зданием располагался ещё и подвал». Полностью выгорела одна квартира и пристройка, где проживало четыре семьи. Остальные семь квартир в этом доме удалось спасти. На момент пожара в помещении находились взрослые и один ребёнок. У людей, проживавших в этом доме, не осталось ничего. Всё уничтожено огнём. Как говорит хозяйка квартиры, у них родился внук. И из родильного дома его с молодой снохой вести некуда. «Я только могу обратиться к людям, которые когда-то у меня лечились, и людям добрым, которые могут хоть чем-то мне помочь, хотя бы юрту во дворе поставить и отстроить этот дом обратно, потому что он в ипотеке у меня. Вдобавок мы брали его на ремонт, ещё кредит на строительство. У нас сейчас три кредита, и мы не знаем, что там делать». Локализован пожар в течение полутора часов, ликвидирован позже. Пожарные должны были убедиться, что нет других очагов. Они проводили разбор оставшихся конструкций. У хозяйки своё мнение по поводу возгорания. «Попытались дверь открыть ключом, но дверь почему-то не открылась. Как будто и что-то там с ключом что-то сделали. Я подозреваю поджог, потому что реально. У меня сзади три двери было. Гореть началось пристройки, а она далеко, а дом 250 квадратов. Пока оно сгорело, ребята спокойно могли выйти и ещё что-то вынести, но дверь они не могли открыть». По словам начальника пожарной части Кустанайского района Виталия Шилова, сейчас по данному случаю работают дознаватели, проводят экспертизы. Но всё же специалисты предварительной причиной пожара называют поджог.